я могу начинать а очень хорошо так мне даже приятно что я вижу аудиторию тогда я буду не сама с собой как на вебинаре беседовать а буду коллеги разговаривать с вами что же приветствую вас из теплого тоже солнечного таллина я марина курвец я думаю меня наверное вам уже представили поэтому я не буду тратить на представление время и пользуясь случаем я хочу сразу же поздравить вас с вашим профессиональным праздником поздравляю вас днем учителя и желаю вам коллеги наверное самый главный составляющих нашей профессии это творчество и непрерывного профессионального развития второе точно я знаю вы уже сегодня условия выполняете потому что вы собрались здесь слушайте меня слушайте остальных спикеров и я думаю что с первым у вас тоже проблем нет это очень важно в нашей работе ну и чтобы знаете не ограничиться одним пожеланием в конце выступления у меня есть для вас один маленький подарочек и что это за подарочек я расскажу тогда о нем чуть позже так а сейчас я переключаю свой экран я переклю перехожу в режим расшаривания своей презентации и я хочу вам тогда продемонстрировать свою презентацию и начать выступление так сейчас вы видите себя а теперь вы должны видеть мою презентацию да сейчас я сделаю на весь экран друзья одну секунду так вы скажете все видно отлично все замечательно тогда я тогда я могу начинать и так я расскажу вкратце так как у меня всего лишь 15 минут выступления что для меня очень очень мало но я вкратце коллеги хотела бы поделиться с вами некоторыми цифровыми инструментами формирующего оценивания которые позволяют как дать так и получить мгновенную обратную связь что невероятно важно в нашем учебном процессе и так как мы знаем что все таки предоставление обратной связи каждому ученику в классе это процесс достаточно затратный по времени я имею ввиду то вот некоторые процессы вот вот некоторые из этих процессов мы могли бы автоматизировать при помощи совершенно чудных инструментов о которых я сегодня вам расскажу но прежде чем я к ним приду вот вы знаете одна важная важная деталь вот эти инструменты о которых я буду рассказывать нам нужно рассматривать как инструменты которые поддерживают процесс учения ученика вот я именно учение выделила даже не обучение а учение то есть мы помогаем посредством этих инструментов каждому ученику определить где он находится сейчас какие ошибки у него есть или какие успехи у него есть и куда ему нужно двигаться далее вот эти инструменты помогают нам как учителю получить эту обратную связь и понять все ли в порядке у наших учеников куда нужно двигаться дальше вернуться нам к прошлой теме или идти нам дальше или нам самостоятельно работу нужно провести или можно домашнюю работу не давать и точно также эту обратную связь и получают ваши ученики это не инструменты контроля знаний это не инструменты наказания я бы даже сказала это инструменты поддержки и вот я начну с первого инструмента так сейчас я перейду к следующему слайду это наверное инструмент который вам всем известен я думаю это инструмент ленинга здесь вы можете видеть и ссылку сразу же на него можете себе записать чудный чудный инструмент абсолютно бесплатный и с потрясающими возможностями как говорит мой супруг он математик как без этого инструмента жить я себе не представляю как жить и как преподавать не представляю этот сервис позволяет создавать учителю тесты для самопроверки принципе не только учителя я знаю что многие наши эстонские коллеги и ученикам дают ленингапсы чтобы они создавали эти тесты сами он позволяет создать тест для самопроверки и и вот что в нем чудного помимо того что вы создаете тест для самопроверки что мне безумно в нем нравится то что он предоставляет самому ученику обратную связь он ученику показывает где он ошибся это вот очень важный момент потому что зачастую когда на курсах я работаю с учителями с этим инструментом ленингапс у учителя немножечко не отпускает тот факт что он не видит как же с этим ленингапсом справился ученик но я же не вижу он может быть он не все пробелы заполнил можно не на все вопросы ответил а вот в этом и прелесть того инструмента что в принципе мы не должны об этом знать это его дело каким образом он будет отвечать на вопросы каким образом он будет заполнять пропуски или играть с каким-то очередным приложением ленингапсе но если учебный процесс выстроен таким образом что ученики со временем понимает что в принципе учитель предоставляет возможность мне учиться он вообще-то мне помогает учиться тогда они у вас эти ленингапсы начнут просить сами вот например у меня супруг работает в университете он преподает математический анализ студент вообще много чего преподает он дидактик математики но но вот технически он преподает математический анализ и вы знаете студенты умоляют его делать создавать для них ленингапсы и если он вечером создает какой-то ленингапс для них например текст пропусками то следующим днем или следующим вечером уже как правило более 500 просмотров более 500 попыток он работает с ними очень давно уже в модели или в технологии перевернутого класса и они поняли что недостаточно просмотреть видео но недостаточно даже если там безумно хорошо объяснено этого мало нужно обязательно себя проверить нужно понять насколько хорошо ты понял этот материал не знание не память проверить а именно понимание это тоже очень важный момент когда вы создаете ленингапс зачастую у нас это все рассчитано в принципе на проверку действительно памяти и фактов каких-то а тут важно именно то как он понял и вот студентам это безумно нравится и я сейчас покажу вот те приложения ленингапс которые мы используем регулярно это первое это вот обе две викторины 1 викторина с выбором правильного ответа 2 викторина там где может быть несколько вариантов выбрана эти викторины мне нравится тем друзья что ученик здесь может получить конструктивную обратную связь по умолчании так этой системы придумано если ученик отвечает правильно на вопрос то там появляется такая приятная мордочка улыбающийся и правильно или молодец ну что-то в этом роде если неправильный ответ тогда появится что ты ошибся а учитель может эту обратную связь исправить учитель может ее сделать конструктивной он может добавить туда какой-то хороший дельный комментарий и если ученик ответил даже неправильно то выскакивает тогда подсказка почему он здесь ошибся какую ошибку он совершил следующий следующее предложение которое мне очень нравится это текст пропусками это текст пропусками тут можно оставить действительно пропуске чтобы ученики вписывали свой вариант ответа сами но я редко его использую я в основном использую когда ему предлагаются из списка выбрать какой-то вариант ответа это прекрасное задание инофункциональное чтение прекрасно его можно применять в том случае если вас новая тема и ученики должны ознакомиться с каким-то новым текстом вот когда они будут играть с этим ленингапсом хочешь не хочешь текст придется читать уже мимо ты не проскользнешь иначе ты просто напросто эти пропуске не сможешь заполнить текст придется вчитываться классификация когда вам нужно сортировать по группам какие-то предметы явления и аудио-видео контент вот друзья вот при помощи этого приложения аудио-видео контент можно выстроить целый дистанционный курс вот правда вот ничего даже больше не надо вот только этот ленингапс и видео с ютуба ваши или чужие не имеет значения но целый дистанционный курс можно здесь выстроить его его фишка скажем так заключается в том что вы загружаете сюда какое-то учебное видео и во время просмотра учеником видео оно само в нужный момент и становится на паузу и появляется какой-то учебный вопрос учебный комментарий или загружается какое-то приложение ленингапс например тот же самый текст пропусками то есть просмотрев какой-то небольшой отрывок видео ученику автоматически выпадает задание и он это на это задание на вопрос это задание отвечает и смотрит видео дальше и так далее вот обратите внимание на это ленингапс или обратите если вы уже о нем знали обратите внимание тогда вот на эти возможности о которых я рассказала и самое главное именно на обратную связь чтобы в конце было не молодец а именно какой-то конструктивный развернутый ответ следующий инструмент но обожаемый мною и также обожаем моим супругом и его студентами это кахут это кахут вот тут можно задействовать уже в полной мере впрочем как и с ленингапсом смартфоны и планшеты наших учеников суть этого кахута заключается в том что вы подготавливаете тест вы подготавливаете тест и на большом экране демонстрируйте вопросы предложено 4 варианта ответа и ваши ученики используя свои смартфоны пройдя по специальной ссылке отвечают на ваши вопросы и вы статистику видите тут же она разворачивается перед вами и вы статистику ответов их тут же видите и можете своевременно вмешаться вы можете вы можете увидеть какие проблемы у них возникают или наоборот какие вам с какими вопросами они очень успешно справляются и можете в свою очередь конечно же тут же дать им обратную связь юрий например одну лекцию в университете выстроил на этом кахуте то есть вы можете свой урок сделать полностью интерактивным используя кахут не как вот тест который в начале урока или в конце урока или в середине а полностью весь урок можно выстроить на кахуте вы задаете ученикам какой-то вопрос это может быть даже совершенно новая тема предлагаете какие-то варианты ответа и они должны думать для них это совершенно при новая какая-то тема или или вы повторяете то что они уже например давно забыли они должны подумать выбрать вариант ответа и вот тут у вас может уже возникнуть какая-то дискуссия вы в свою очередь начинаете комментировать почему здесь были ошибки почему такие ответы или почему вот такие вот возникли какие проблемы откуда непонимание и растянуть этот кахут на целый урок ограничений ограничений я слышала что раньше у кахута было ограничение в 30 человек одновременно которые могут участвовать онлайн но скажу честно недавно юрий использовал 90 аудитории у него было 98 человек 98 студентов одновременно отвечали в течение лекции на этот кахут и главное чтобы был достаточно хорошая достаточно хорошая интернет связь единственное что сразу хочу сказать это очень эмоциональный инструмент ученики ученики особенно начальной классы они просто бегут к доске чтобы успеть ответить на вопрос потому что там засчитываются баллы там учитывается и правильность ответа и скорость ответа и так как они хотят ответить и правильно и быстро то вот для них это ну совершенно такое эмоциональное потрясение и те учителя вот которые знают что с их классом кахут применить нельзя в начале урока в конце можно потому что они на перемену идут а в начале нельзя тогда они выбирают следующий инструмент это кризис инструмент кризис тот же самый принцип коллеги тот же самый принцип только единственное что теперь уже эта игра идет индивидуально каждый ученик уже получает эту викторину на своем телефоне и отвечает на вопросы теста индивидуально он не видит как отвечают остальные эту статистику видит только учитель и тогда у них пропадает немножечко может быть этот соревновательный эффект уже таких эмоций не не вызывает они просто тихонько спокойненько отвечают на вопросы теста который подготовил учитель я знаю что у нас в эстонии сейчас вот учителя все чаще склоняются именно к кризису хотя кахут по-прежнему по-прежнему ведущий инструмент следующий это quizalice.com опять-таки точно такой же принцип вы создаете тест и ученики по определенной ссылке подключаются к игре и отвечает на вопросы вашего теста вот здесь единственное в чем отличие между двумя предыдущими точнее между даже кафутом я бы сказала это также идет работа на экране ученики все работают одновременно они видят результаты но тут можно соревноваться командами то есть они соревнуются тогда в этом случае уже командой не индивидуально каждый сам за себя а именно командой и последний инструмент о котором я бы хотела рассказать это три винти опять-таки схож со всеми предыдущими инструментами которых я рассказывала но здесь во первых вы можете ваши ученики точнее могут создавать вопросы этого теста сами вы даете им ссылочку и например в течение урока каждый ученик или каждая группа должна добавить свой вопрос по той теме которую вы сейчас изучаете и в конце урока вы играете вы играете вы играете в их же вопросы и в их же варианты ответа которые они сами предложили вот такая вот интересная работа сначала не со стами составляют потом они сначала потом они сами же отвечают на свои вопросы и здесь есть возможность добавить подсказку учителям есть возможность 50 на 50 выбрать 2 убрать точнее два неправильных ответа и посмотреть как ответило большинство учащихся то есть если кто-то отвечая со своего смартфона затрудняется выбрать правильный ответ он может выбрать вариант посмотреть как ответила большинство учеников моего класса и тогда он видит как они ответили и склоняются уже в одну или другую сторону ответа вот такие вот забавные инструменты коллеги очень быстро я о них рассказала но вот теперь подходим к самому главному я же говорила о том что вы получите от меня какой-то подарочек и вот коллеги если вы пройдете по этой короткой ссылочки который вы сейчас видите на экранах вы можете ее сфотографировать вы можете ее записать в блокнот можете тут же на своих телефонах или компьютерах если у вас есть под рукой ее записать а вот пройдя по этой ссылке вы получите введите пожалуйста свое имя и свой адрес электронной почты и вы получите от меня личное письмо где я пришлю вам электронную брошюру по моему на 11 листов именно связанные с этой темой о которых я сегодня вам рассказывала во первых там будут все те инструменты о которых я вам говорила только очень подробно уже расписано какой функционал пошаговой инструкции по созданию по использованию и конечно же варианты использования каждого из этих сервисов в учебной работе каким образом мы можем задействовать их учебной работе у них у каждого свои варианты использования что ж я я даже рада что я уложилась я надеюсь я теперь тогда переключаю кран я надеюсь что эту ссылочку вы себе переписали и и и и и и и